Проиграли сегодня игру. Не совсем удачно для нас сложился этот матч. Не знаю, первый период очень много ошибок совершили, второй вроде неплохо добавили, но в меньшинстве пропустили такие необязательные, я бы сказал, шайбы и проиграли. Евгений Владимир Бакулин, КХЛ. Насколько вот особенность все-таки другого немножко льда во дворце спорта играет свою роль на лестнице? В принципе, лед он везде одинаковый, тем более предсезонка, болельщиков не так много, так что все нормально. Салават провел три игры уже против Металурга, все три получились проигранные. В чем у вас все-таки причина, с чего не хватало эти игры с Магниткой? Ну, сегодня как бы проиграли так, я считаю, заслуженно. В Казани неплохие матчи были, как бы там шайба, в одну шайбу проиграли, были шансы выиграть. Ну, ничего страшного, хорошо, что это предсезонка и сделаем выводы, улучшим свою игру. На ваш взгляд вообще, насколько Салават сейчас готов к старту чемпионата? Да, я считаю, что мы неплохо подготовились, хорошо поработали. Мне кажется, ну, небольшие коррективы надо внести, немного там какие-то мелочи доработать и я думаю, все будет нормально. Игорь Михайлович, вы, конечно, защитник, может быть, на свой взгляд, скажи, почему сегодня в равных составах Салавата мало что впереди получалось? Ну, опять же, не знаю, сегодня у нас, в принципе, игра не удалась, я бы так сказал, и особо ничего не получалось. Не знаю, в чем причина, но надо дорабатывать. Осталось не так много времени для чемпионата. Кто-кто? Тише. Здравствуйте, Маша Луков, Медиакорсеть. Второй вопрос. Та же межсезонье, у Салавата та же проблема, достаточно быстро пропускаете, а потом бежите отыгрываться. Почему этот сценарий так часто повторяется? Не надоело ли вам самим это? Ну, никому это не нравится. Постараемся над этим работать, но где-то не получается немножечко. Надо акцентировать, пока есть время, я думаю, над этим компонентом. Не слишком ли большая пауза между сегодняшним днем и матчем за Диасом? Может быть, стоило еще один товарищеский матч сыграть успеть? Да, нет, я считаю, сыграли нормально матчи, и нужно немножечко отдохнуть и с холодной головой забыть все проигрыши и с нормальным настроением входить в чемпионат. Какие ведь и ключевые изменения у Салавата? Тренировка, тактические решения? Хочется понять, начала ли команда меняться после 0-4 весны? Ну, безусловно, есть изменения. Начали активно играть, прессинговать соперника, стараться не дать ему в зоне обороны соперника ничего сделать. Ну, и есть разные новшества. Это такие рабочие моменты. И последний от меня вопрос. Что вы думаете об участившихся обсуждениях того, что у Салавата взрослый состав? Спасибо. Ну, тренером виднее. Я считаю, что у нас хороший состав. У нас, я считаю, что огромный потенциал. Мы, в принципе, мне кажется, ни один матч не сыграли в оптимальном составе. Были и есть травмы. Я считаю, что в это время, которое сейчас до чемпионата, нужно подлечиться всем и в полном составе выходить на первом матче. Олег Чернок. Может быть, во вратаре металлог бы сегодня и делал? Да нет. Я не думаю, что это... Потому что сейвы-то были шикарные. Ну, сейвы были шикарные. Вратаре они на то вратаре, чтобы делать такие сейвы. Но я считаю, что проблема сегодня была в нашей игре. Из молодых защитников кого можете выделить? Кто-то понравился или вы вообще не особо смотрите на мелких? В смысле и наших? Да, естественно. Да нет. У нас отличные пацаны. Все перспективные. Я думаю, что много будут играть в этом сезоне. Вы как-то работаете там? Подсказываете? Ну, конечно. Ну, видно, что они сыроваты все. Ну, через вот такие игры, через предсезонку, через тренировки это все приходит. Чтобы пацаны не так много играли и в том году. Всегда нужно начинать с чего-то. Конечно, безусловно, мы подсказываем. Раздевалки на льду. Какие-то моменты корректируем. Это нормально. Но общий уровень вы оцените как хороший, да? У защитников молодых? Да, безусловно. У нас есть Мухаммадуллин еще есть, который за сборную играет. Пацаны молодцы.